В 24 регионах Китая объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию из-за новых случаев заболевания коронавирусной пневмонии. Охват населения превысил миллиард человек. 41 погиб. Людей просят оставаться дома, чтобы остановить распространение инфекции. В аэропортах, на вокзалах и городском транспорте усилили меры безопасности и контроля. Всех прибывших в Пекин регистрируют и осматривают медики. В целях профилактики в воздухе распыляют дезинфицирующие средства. Местные правительства на муниципальном и районном уровнях сформировали группы по профилактике и контролю. Три городских клиники подключились к работе. Мы проводим интенсивное обучение для медицинского персонала. В лечении используем методы традиционной китайской и западной медицины. Мы опубликовали список 101 медицинского учреждения с отделениями для пациентов с высокой температурой, а также памятку для таких больных, чтобы снизить их контакт с другими гражданами. Между тем, в Казахстане вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров опроверг информацию об опасности употребления фруктов, завезенных из Китая. Напомню, накануне в соцсетях и месседжерах неизвестные рассылали сообщения, где просили людей не употреблять бананы, привезенные с юга. Вице-министр подчеркнул, что распространение недостоверной информации преследуется законом, в том числе в рамках Уголовного кодекса. Как сообщает Минздрав, в нашей стране не выявили ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Для безопасности казахстанцев усилены санитарно-эпидемиологические меры на особом контроле аэропорты и железнодорожные вокзалы. Приезжающих из Китая пассажиров сканируют тепловизором. В аэропортах и железнодорожных вокзалах, автопереходах проводится обязательная бесконтактная термометрия всех лиц, особенно пребывающих из Китайской Народной Республики. С работниками аэропортов, пограничной и таможенной служб, с вордпроводниками, летным составом, проводниками пассажирских поездов проводится работа по обеспечению взаимодействия, выявлений больных с подозрением на заболевание коронавирусной и другими инфекциями в полете и пути следования поездов. Во всех регионах проводятся межведомственные тренировочные учения на случай выявлений больного с подозрением на коронавирусную инфекцию. Очередная волна демонстраций прошла в чилийском Сантьяго. Активисты надели маскарадные маски и прошли по главным улицам города. Позже мирное шествие переросло в беспорядки. Демонстранты стали кидать камни в стражи порядка. В ответ правоохранители применили водяные пушки. Напомню, катализатором протеста в стране стал рост тарифов на метро. После массовых митингов власти отменили данное решение, но беспорядки продолжились. Чилийцы настаивают на проведении реформы в здравоохранении, образовании, пенсионной системе и даже Конституции. Беспилотные автокапсулы придут на смену автобусам. В британском городе Бристоль уже начали тестировать новый вид транспорта. Роботизированный автобус оснащен видеокамерами, датчиками и радаром. Эти устройства помогают машине ориентироваться в пространстве и замечать препятствия. Испытания проводит местная компания. Она хочет проверить работу капсул, а также узнать, станут ли граждане на них ездить. Если проект окажется успешным, то уже в 2021 году в Великобритании внедрят данный вид транспорта. Продолжаем выпуск. В ближайшие пять лет в агропромышленном комплексе Казахстана реализуют свыше 380 проектов на сумму более 4 триллионов тенге. Об этом стало известно на расширенном заседании правительства с участием президента страны. Казамжамар Тукаев отметил, что необходимо наращивать объемы экспорта готовых сельхозтоваров. Например, в Североказахстанской области работают 80 перерабатывающих предприятий. В прошлом году они произвели продукции почти на 120 миллиардов тенге. На одном из этих заводов занимаются глубокой переработкой пшеницы. Предприятия выпускают крахмал, клейковину, муку и биокорма. Часть продукции отправляют на экспорт. Через трейдеров было экспортировано в Америку 800 тонн клейковины на сумму 320 миллионов. Планирует строительство комбикормового завода. И это все даст нам увеличение по переработке до 90% в 2023 году. Свыше 42 миллиардов тенге господдержки получили аграрии Акмолинской области в прошлом году. Большая часть этих средств была направлена на субсидирование животноводства, проведение пассивных и уборочных работ, а также на инвестиционные проекты. В целом, по словам властей, представители сельскохозяйственной отрасли завершили год с высокими показателями. Несмотря на сложные погодные условия, хлеборобам удалось собрать больше 5 миллионов тонн зерна. О достижениях Акмолинских аграриев расскажет Азамат Казжанов. В Акмолинской области, считающейся одной из основных житниц страны, ежегодно растут и объемы мясоперерабатывающей промышленности. Из более 400 имеющихся различных откормочных площадок, 7 являются крупными. Одна из последних была открыта в Зерендинском районе. Здесь могут содержать до 10 тысяч голов высокопородистого скота. Подобные площадки позволяют ввести откорм свыше 30 тысяч голов скота и, в свою очередь, обеспечивать сырьем местные мясоперерабатывающие предприятия. На ближайшие несколько лет специалисты ставят перед собой масштабную задачу – увеличить производственную мощность комбинатов до 95%. Ежегодно увеличивается рост поголовья сельскохозяйственных животных. В прошлом году было создано 150 местных ферм с завозом более 10 тысяч голов маточного поголовья КРС. Загруженность, допустим, мясокомбинатов в настоящее время составит более 77%. Поэтому с ежегодным увеличением роста производительности объема сельскохозяйственной продукции, естественно, увеличивается и загрузка перерабатывающих предприятий. Неплохими результатами завершилась в регионе и уборочная кампания. Несмотря на обильные осадки, аграриям удалось намолотить больше 5 миллионов тонн зерна, читали специалисты. По их словам, добиться такого результата позволило использование высокотехнологичных методов уборки и современная техника. Замат Казжанов, Евгений Шинкаренко, Анатолий Поляны, Акмолинская область, Хабар, 24. Ахтауские школьники в тепличных условиях выращивают овощи и фрукты. И уже собрали урожай из нескольких килограммов огурцов, помидоров, редиса и баклажанов. Этим юные ботаники решили не ограничиваться и высадили семена цитрусовых фруктов. Для Мангистауских степей это экзотик, отмечают эксперты. О том, как выращивают ананасы и бананы в городе Укаспия, расскажет Динара Нургалиева. Эти саженцы шестиклассники бережно выращивали, чтобы потом они красовались на клумбах рядом с учебным заведением. Началось все с цветов. А теперь ученики, как настоящие фермеры, собирают урожай корней плодов каждые 100 дней. Два юных ботаника перевели полив в автоматизированный формат. Айдена Кинжибаева и Гульдана Тагжанова биологией увлекаются последние два года. Роспосевов девочки контролируют при помощи гаджетов. Это позволило им стать призерами городского научного конкурса. Такие теплицы полезны в сельском хозяйстве. Выращивая овощи, мы экономим воду и электричество. Урожай растет быстро. Полив регулируется удаленно. Все овощи мы собираем сезонно. К примеру, свекла проросла через 120 дней. Свой первый урожай с грядок мы отдали в школьную столовую. Это 3 килограмма редиса, 4 килограмма огурцов и 5 килограммов помидоров. На этом интерес школьников к земледелию не ограничился. В начале учебного года рядом с овощами молодые агрономы высадили и цитрусовые. Ананас, манго, бананы, киви и даже киевская хурма. В тепличных условиях здесь выращивают более 10 видов тропических фруктов. Цитрусовые в Казахстане не произрастают. В качестве эксперимента дети принесли косточки и семена фруктов. Прошло несколько месяцев, мы видим хорошие результаты. Растут фрукты медленно. Думаю, через два года мы получим первый урожай бананов. Внеурочные занятия в смарт-школе проходят три раза в неделю. Кружок юных ботаников посещают 30 учеников школы имени Фаризы Лунгарциновой. Идей у школьников много, отмечают заведующие школьной теплицы. Сейчас они выращивают экзотические цветы, которые планируют подарить 8 марта своим учителям. Динара Нургалиева, Рина Дусалиев, Актау Хабар, 24. Подрастающее поколение должно знать историю родного края. С этой целью в Павлодаре организовали акцию по передаче школам города новых книг о биографии и роли султана Мухаммеда Бахадур Султани. Сами историки еще называют его правителем Прииртышья, который два века назад следил за порядком степи и вел дипломатическую переписку с Китаем и российской императрицей Екатериной Второй. Раньше об этой уникальной личности почти ничего не было известно, пока краевед Виталий Сирик не нашел в архивах Омска и Оренбурга массу интересных документов о султане. Позже при поддержке ученых Павлодарского государственного педагогического университета и созданного потомками самого султана фонда, удалось выпустить первые сборники по старинным чертежам, восстановить здание его резиденции. Правда, новый особняк намного меньше, чем был сам оригинал. Есть интересный эпизод, что его усадьбу строил, мы несколько раз это озвучивали, строил потомок испанских грантов Яков Кастро де Лассерде. Он потомок императора Священной Римской империи, вот на Иртыше с потомками Чингисхана они сошлись, и под его непосредственным руководством строилась эта усадьба. Очень интересно было место локализации, работа по месту поисков, локализации этих ставок. Дипломатическая его переписка с Екатериной Второй, что она не только хану Нуралы и Аблай Султану на тот момент в 1762 году писала грамоту, а третий это был Султанбет Султан, это говорит о том, насколько масштабная была личность по тем временам. Его сын Урус сам был в Петербурге на коронации, был удостоен золотой медали. Я знал, что это очень великий человек, но что он настолько великий, я сегодня это узнал. О том, что была утеряна о нем информация, я надеюсь, ее в скором времени найдут, и о нем будет все известно. Потому что я считаю, что в Казахстане должны быть разные герои. История эта, она очень интересна, захватывающая, потому что есть вопросы, которые не знает обычный человек, но знает историк. И вы можете это смело рассказать. Поэтому я считаю, что историю надо очень хорошо знать. Чтобы решить проблему о нехватке педагогических кадров, нужно сделать всего лишь два шага, считает первый проректор Казахского национального педагогического университета имени Абая Мактагали Бектимеса. Первый, по его мнению, достойная зарплата. Она должна быть настолько высокой, чтобы появилась конкуренция среди учителей. Второй, в качестве студентов, завтрашних учителей, нужно принимать выпускников школ с высокой успеваемостью. К примеру, для обладателей знака Алтенбельга, Мактагали Бектимеса предлагает сделать обучение в педвузах бесплатным. Президент прав. Действительно, в педвузы поступают выпускники школ с низкой успеваемостью. После окончания многие не могут преподавать. Отсюда и дефицит кадров, причем не только в сельской местности, но и в больших городах. Особенно не хватает учителей физики, математики, русского языка. А в мегаполисах отмечается еще и текучесть кадров. Это еще и текучесть кадров. И к другим темам. С января субъектов малого бизнеса на три года полностью освободили от уплаты налога на доход. Это индивидуальный подоходный налог для тех, кто работает по патенту, корпоративный подоходный, а также социальный налог для работающих по упрощенной декларации. Также от единого земельного налога освободили крестьянские хозяйства. Кроме того, вступает в действие трехлетний мораторий на плановые проверки предпринимателей. Но остаются внеплановые проверки, проводимые по указанию Генеральной прокуратуры, Администрации президента и в рамках уголовно-процессуального законодательства, а также таможенные и тематические. Изменения коснулись обязательного социального медицинского страхования. С 1 января 2020 года индивидуальные предприниматели платят за себя 2975 тенге. Отчисления ОСМС у нас составили за работников 2% и взносы 1%. Всеобщее декларирование отложено до 1 января 2021 года и будет вводиться поэтапно. С 1 января 2021 года всеобщее декларирование коснется государственных служащих. С 1 января 2025 года это остальная категория граждан. Журналисты и пресс-секретари учреждений Мангистауской области научились заказывать водительские права, а также различные справки в онлайн-режиме. Представителям прессы наглядно показали, что получить госуслуги через портал электронного правительства – дело простое и быстрое. Нужен только смартфон и мессенджеры. Обучающий семинар провели сотрудники областного филиала госкорпорации «Правительство для граждан». Тренеры подчеркнули, бесплатно повысить свою цифровую грамотность может любой желающий. В областном цоне расскажут обо всех тонкостях получения электронных услуг. Ранее я всегда приходил, чтобы элементарно получить, допустим, когда устраиваешься на работу, справку с психоневрологическим спонсором или наркологическим, приходилось стоять в очереди. Тем самым я себя осложнял задачу. Оказывается, это очень просто. Мы раньше не обращали внимания. И вот только что пришли, специалисты нам показали, обучили. Прошли регистрацию, все очень быстро, оперативно. И убедились в том, что все в руках. Предоставлена хорошая реальная возможность. Им нужно только пользоваться. И пока это все. Хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова